Это Пульс дня, мы продолжаем выпуск. Члены семей и люди, поддерживающие освобождение израильских заложников в Газе, провели сегодня митинг возле здания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. На нем выступил, среди прочих, Гилли Роман, брат освобожденного заложника Ярдена Роман Гатта. Он призвал к немедленному освобождению около 130 оставшихся заложников. Все это на фоне того, что война между Израилем и Хамас приближается к своему сотому дню. На этом митинге побывал политолог и издатель Илья Левков. Он сейчас присоединяется к нам. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, наши телезрители. Да, расскажите несколько слов о том, что это было, что за митинг. До этого. Это началось все. В прошлую пятницу я получил приглашение участвовать. И на нем было написано четыре слова. Bring them home now. Приведи, возвратите, это не возвратите, bring them. Приведите и возвратите их домой сейчас. Меня это как политолога ошарашило. Вот почему у меня поблеют волосы. Почему? Потому что во всем, что было и что это будет, мы должны. Вот я вам прочту всего три строчки, кроме того, где это находится. Что мы вот в сотый день с того времени, как они были захвачены, мы должны показать, что фамилии, которые они принадлежат, и что все, что мы продолжаем помнить и адвокировать, и поддерживать всех хостеджей, пока они не возвратятся домой. Я видел в этом какую-то пустушку. Приведите, значит, кто-то должен, где они находятся. В этой рекламе, в этой шапке непонятно, кому это обращено и от кого это требуется. Такая вещь в центральном активе, после того, как зарезали у людей невероятно, мне было непонятно. Я здесь почувствовал, что что-то не полностью кошерное. И, как я представлял, я начал рассматривать, ибо это вот, потому что это не подходит, должно было быть освободите. Правильно? Кому мы обращаемся? Кому мы обращаемся там? Или это листовка? Непонятно. А я вам скажу. Нормально обращаются к тем, у кого находятся заложники. Правильно? Чего обращаться ко всем другим? Там залог те, которые взял и держат заложников. Но слово «Хамас» не было употреблено ни разу. Илья, а у вас есть какие-то пояснения или догадки почему-то? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, извините, оставьте политологию мне, хорошо? Почему? Потому что я там был, сенатор, полметра от сенатора Шумера, который высказался очень грациозно, его представили как самый великий еврей когда-то в истории, который достиг быть, ну, мажорити, главным представителем множества в Сенате и т.п. и т.п. Он не высказал ни одного слова «Хамас». То не учите меня, политологи, извините. Я не учу вас, я вас спрашиваю. Я разъяренный. Вы видите в этом какой-то пустой толмундизм? Нет, я спрашиваю у вас, какие истоки этого. Почему? У вас есть объяснение? Есть. Потому что это и люди, к которым мы присоединены, они активисты. Вот здесь, опять-таки, слушайте внимательно. Они это, и я с ним разговаривал, который был глава и представлял сегодня же. Жаль, у меня нету этой записи. Я думаю, видео не вышло, но аудио должно быть. Вернемся к этому. Он сказал, мы обращаемся ко всему, ко всем членам ООНа и т.п. Я говорю, а почему не Хамасу? Почему не сказать, ах вы, три буквы мерзавцы, что вы делаете? Немедленно освободите. И мы требуем от всех членов Организации Объединенных Наций надавить на них, на этих гадов, если вы хотите, чтобы они немедленно освободили. А то это плево в небо или выстрел в пустую. Потому что нету ни одного слова, кто ответственен за этого. И почему? Объясняю сейчас. Потому что эта полуорганизация, она идет против израильского правительства. Несмотря на то, что там были указаны имена большие, имена больших организаций. Это JDL, American Jewish Committee, the Jewish Agency, которая практически параллельно государству, правительству Израилю. Не было ни одного из этих людей сегодня там. Об этом никто не говорит, не знает и не этот репортер, который представил. Поэтому я не хотел царапаться с сенатором, но я подошел. Единственная, которая сказала, произнесла слово Хамас на этой встрече, был губернатор штата Нью-Йорка, она. Хорошо? Все, извините. Я здесь в пылу. Поэтому, потому что эти люди, они заигрываются. Одновременно идет борьба за будущее Израиля. Одновременно эта борьба происходит между президентом США, Блинкиным, представителем министра иностранных дел Госдепа, и другими, которые поддерживают. Их, так сказать, лагерь, главный флагман этого движения, первым делом сбросить Натальяу, это Лапид в Израиле, как вы знаете. Сейчас, вот где происходит. Здесь происходит политическое международное столкновение, которое часть завуалирована. Поэтому они говорят, мы не хотим. Значит, те, которые представляют всех семей этих, которые остались более ста в руках Хамаса, они не хотят, говорят, мы не будем требовать от Хамаса их освободить. Что это на движение, скажите мне? Что это на движение за свободу доложников, когда имя, которое контролируют, захватили этих доложников и контролируют, и не ведутся никакие переговоры, вообще не упоминаются? Да, но честно должен сказать для наших телезрителей, что если бы вы сегодня утром не позвонили и не сказали мне об этом мероприятии, то в очередной раз мы бы и не знали, настолько эти мероприятия в защиту заложников, настолько они микроскопические какие-то, и вот практически о них никто не знает. И я много раз уже говорил о том, что в социальных сетях об этом вообще ничего нет. И если есть, то это вот где-то в каких-то мелких группах очень точечно. А когда и про палестинские протесты, это из каждого утюга. Правильно. Дайте мне закончить с интересной личной ноткой невероятной. Да, пожалуйста. Я ушел прямо как протест после 20 минут. Я спрашивал некоторых людей, скажите, а против кого, как это и как-то. И на меня смотрели как на дикого, понимаете, человека. То я взял, повернул, я заснял там 20-30 минут, и я ушел. Я стоял с другой стороны и слушаю. И вот одна женщина там стоит в конце и говорит, ах, какой бред он несет, что он хочет. Всего две недели назад. Значит, этот спикер сказал, я был здесь две недели назад тоже бороться против него. Но это неправда. Это главный раввин, слушайте, это главный раввин центральной синагоги Манхэттена, доктор Шмоктор и все такое, понимаете. И да, он был там две недели назад на этом месте, но он протестовал против Биби и нынешнего правительства. Об этом он не сказал. Опять-таки, это третий, четвертый человек в ранге где-то, который выступал там уже, понимаете. И эта женщина говорит, слушайте внимательно, вот это невероятно. То я разговаривался с этой женщиной в белой шубке, и я чувствовал, что она как-то имеет какие-то, я почувствовал, она также смотрит на это критически, как я. И я сказал, вы готовы высказаться? Мне в три-пять минут она сказала да, и я ее заснял. Опять-таки, я не дошел до моих съемок. Слушайте, она дала мне свою позицию, и потом я ей говорю, как вас зовут? Она говорит, Рэйчел. Ну, а я говорю, и фамилию. А фамилия она мне сказала. Я не хочу говорить фамилию, но я сказал ей, вы знаете, где-то много-много лет тому назад, а именно в 70-м, примерно 53 года назад, я знал кого-то с такой фамилией, и говорю ее имя. Вы знаете, что она мне отвечает? Это моя мама. Но это не только, что случайно, это моя дочь моей однокашницы в Колумбийском, понимаете. Интересно то, что я участвовал, когда она родилась, ей было всего два месяца. Мама ее, но моя... Длинная история. Я ей помог сэкономить деньги и перефотографировать фотокарточки этой девочки, которой было два месяца. Сейчас она стоит со мной. Мы были ошеломлены. Это невероятно. Я до сегодняшнего дня просто. И мы, конечно, на том же полюсе поняли и понимаем это, понимаете. Я не знаю, чем она занимается. Я не успел расспрашивать ее. У меня это был такой гром среди солнечного дня, что я вот доселе. Я с ней... С ее мамой я встретился один раз. Я приехал в Броклин, и мы посидели час-два. Но после этого мы как-то... Они религиозные, они ортодоксальные, но модерные. И как-то... Я не знаю. Хотя мы были очень близки в Колумбийском. Наши пути разошлись, хотя она преподает международные отношения в Бруклине, таким с экономическим уклоном что-то. А ее сын сейчас, этой крошки, находится в Израиле, солдат, и находится на северной границе. Скажите мне, то вы начинаете верить в Бога? Илья, спасибо большое вам за то, что нашли время пообщаться с нами сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства Либерти, Илья Левков. Спасибо вам. Таким был этот день, каким его увидели мы в редакции программы. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с Фаскриптумом. А мы увидимся с вами в понедельник в программе Рикошет в пять вечера по Нью-Йорку. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.